Музыка Музыка для меня — это весь мир. Например, когда я была совсем маленькая, я часто пробовала угадывать ноты в окружающих меня звуках. Например, слышу, птица поет. Можно угадать это до диез третьей октавы. Музыка, она в природе. Получается, она сама рождает звук. Пение птиц, шум ветра, рокот волн, шум дождя. Если подойти к пруду, то и там можно свои звуки услышать. И даже кряканье уток. Все эти явления природы музыка может изобразить. А Петру Ильичу Чиковскому природа давала жажду жизни. А чудесный композитор Клод Дебюси писал о том, что музыка как раз то искусство, которое ближе всего к природе. И только музыканты могут уловить всю поэзию дня, ночи, земли, неба и передать их атмосферу, и передать ритмически. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Удивительно, но я совсем не волновалась, когда выходила на сцену конкурса «Синяя птица». Я воспринимала это как красочное приключение, которое случилось со мной впервые. Более того, я впервые на «Синей птице» ощутила восторг игры с оркестром. Я тогда исполняла адажио Марчелла Баха. Мне кажется, если ты когда-нибудь попробовал выступить с оркестром, ты будешь стремиться к этому бесконечно. Музыка 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 Я помню свое первое потрясение в музыке. Это было, когда я готовилась к конкурсу в Астане. Я должна была играть предсмертный ноктюрн Федерика Шопена до диез минор. Мне тогда было всего шесть лет, и многое в моей голове пока не укладывалось. Как показать трагизм, ощущение смерти Шопена? Тогда мы с мамой посмотрели фильм «Список Шинбера», основанный на реальной истории Натальи, польской девушке-пианистке, которая вместе со своей сестрой попала в Холокост. И спас их обеих этот самый ноктюрн Федерика Шопена, который Наталья играла на дне рождения коменданта. Без слез это слушать было невозможно. У нее пальцы стали деревянными. Наталья четыре года не прикасалась к клавишам, и все же она понимала, что может дышать в последний раз. Этого злодея так взволновала ее игра, что наставил Наталью с сестрой в живых. Оказывается, музыка не только вдохновляет, она еще и спасает. Когда я на конкурсе играла этот ноктюрн, перед глазами встали все сцены из фильма. Я долго не могла потом переключиться на Прокофьева. Я должна была играть в вальшествия кузнечиков, пятнашки. По сравнению с переживаниями в Шопене, это казалось просто нелепым. Кстати говоря, я посмотрела потрясающую программу Юлии Лепницкой на Олимпиаде в Сочи под музыку из фильма «Список Шиндлера». Удивительная девочка в красном. Я надеюсь, я тоже когда-нибудь дорасту до своей интерпретации этой истории на льду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Музыка звучит почти всегда в моей жизни. Большим удивлением в этом году для меня стали сны, в которых я отчетливо слышу мелодию. Когда я ее слышу, я мечтаю. Но при этом прекрасно понимаю, что мне ее надо не забыть и записать, когда я проснусь. Иногда я это делаю посреди ночи, иногда поутру, когда проснусь. Я даже завела блокнотик у себя на тумбочке. И так приходят кусочки моей первой сонаты. Музыка не звучит, когда я занимаюсь математикой. Я обожаю решать уравнения. Сейчас они у меня линейные, с множеством неизвестных. Но вот мне интересно, дойду ли я когда-нибудь до решения уравнения Шрёдингера. Я, конечно, посмотрела их, но до квантовой физики мне это еще далековато. Еще я обожаю шахматы, собирать кубик Рубика и заниматься конным спортом. Ну и большую часть времени я посвящаю спорту, фигурному катанию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Боюсь ли я выходить на лед? Нет. Когда я скольжу, а скольжу я уже довольно неплохо, на целый первый спортивный разряд. Мне кажется, что я летаю как птица, и у меня вырастают большие крылья, и я лечу надо льдом. Мне очень нравится творческая работа с тренерами над моими программами и их образами. И опять, тут без музыки никуда. Мы всегда отталкиваемся именно от музыки. Звучит ли она у меня в душе, и смогу ли я передать свои переживания зрителю. Звучит ли она у меня в душе. 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 Занятия спортом научили меня падать и вставать. Научили борьбе и развили во мне дух бойца. Во многом спорт смиряет меня и учит каждый новый день начинать с преодоления прежде всего себя. Звучит ли она у меня в душе. Звучит ли она у меня в душе. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, чтобы добиваться успеха в любом деле, нужен титанический труд, борьба с гордыней, и бесконечное желание шаг за шагом превосходить себя и открывать все новые горизонты и возможности. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Амадея Моцарта. В свое время Андрей Шестакович говорил о Моцарте, что он вечно родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии. свое первое знакомство с этим концертом произошло, когда я прослушала запись с пластинки 1943 года Марии Юдиной. Даже слова какие-то подобрать сложно. Ну, во-первых, саму запись с пластинку сделали за ночь по просьбе Сталина, когда он накануне прослушал живую трансляцию ее концерта по радио и попросил привести пластинку, которой, конечно же, не было. Пришлось ночью зазывать оркестр, поменять трех дирижеров, чтобы записать и в кратчайший срок выпустить эту пластинку. У Юдиной Моцарт не поет, а скорее выразительно говорит. У нее очень гневная, выливая тема разработки в финале в фа-диес-миноре и очень задорный финал в ля-мажоре. И все очень стремительно. Я очень люблю исполнение этого концерта Владимира Горовица. Мне самой посчастливилось сыграть весь 23-й концерт Моцарта в Палермо под открытым небом на острове Сицилия. Было здорово! Я думаю, этот концерт можно играть в любом возрасте, и каждый раз он будет звучать по-новому. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok